Девятнадцатая международная конференция с видеотрансляцией эндоскопических операций и образовательными курсами стандарта и инновационной технологии в эндоскопии пищеварительной системы проходила в конце июня в Ярославле. В рамках этого форума 27 июня состоялся 21-й российско-японский симпозиум. С недавних пор это моя устоявшаяся практика. В этом году в Ярославле я уже третий раз, и каждый год это для меня обычное дело и большое удовольствие приезжать сюда в конце июня. Основная идея прошедшего в Ярославле Конгресса – внедрение стандартов и новых малоинвазивных эндоскопических технологий в практику отечественного здравоохранения. Я, безусловно, желаю, чтобы вы максимально вынесли из этой конференции полезные по каждому разделу, который здесь представлен. Чтобы, безусловно, все те новые технологии, которые есть, может быть, вы не сразу внедряли в свою клинику, но у вас было понимание, где и как можно применять. Это очень важно. И, как всегда, один из важных медицинских девизов – это не навреди, а не навреди, ты только знаешь, как, что и когда делать. А это посещать такие большие классные конференции, это смотреть, как это делают другие, учиться, учиться, понимать, где можно, а где нельзя делать. В ходе Конгресса прошло обсуждение возможностей искусственного интеллекта в диагностике заболеваний желудочно-кишечного тракта и роли врача, получившего такое инновационное подспорье. На прошедшем в рамках конференции симпозиуме «Бактерии и рак» большое место было уделено теме микробиоты желудочно-кишечного тракта и ее связи с заболеваниями, которое в последнее время широко обсуждается специалистами во всем мире, а литературные данные крайне противоречивы. Этот симпозиум, посвященный микробиоте в рамках Ярославского эндоскопического симпозиума, это такое очень хорошее начало большого пути в плане изучения микробиоты не только гастроэнтерологами, но и, может быть, эндоскопистами, которые здесь присутствуют. Поэтому еще раз спасибо, не останавливайтесь и развивайте эту тему дальше в рамках Ярославского эндоскопического симпозиума. Тема микробиоты настолько заинтересовала участников, что они высказали пожелание уделять ей на будущих симпозиумах больше времени. С микробиотой ситуация отчасти похожа, как на изучение генома человека. Вот изучили, и сейчас уже какие-то подходы начинают вырабатываться. Но изучить микробиом человека – это задача гораздо более сложная, чем просто расшифровать геном человека. Один из дней конгресса был посвящен курсу «Живой эндоскопии», и это важнейший итог этого мероприятия. На курсе «Живой эндоскопии» наши российские и зарубежные ведущие эксперты прооперировали более 20 пациентов, сложных пациентов, некоторым из которых выполнили настолько уникальные операции, которые выполняются только в единичных экспертных центрах во всем мире. Я бы хотел поблагодарить всех организаторов сегодняшнего мероприятия и всех экспертов наших гостей из Японии, Европы, из российских ведущих клиник, которые приняли участие в нашем сегодняшнем важном курсе «Живой эндоскопии». Ну и, наконец, я бы хотел сказать добрые слова в адрес Первого МедТВ, который поддерживает все начинания в области современной диагностической и интервенционной эндоскопии, и сказать несколько слов по поводу нашего нового образовательного проекта «Эндотюб», который сегодня представляет интересы ведущих российских экспертов и зарубежных, теперь уже экспертов, в области эндоскопии и гастроэнтерологии. Спасибо всем! Субтитры создавал DimaTorzok